Юрий Алексеев – дачник с 45-летним стажем. По словам мужчины, за столько лет работы в саду впервые на его памяти такие игры природы – от заморозков к аномальной жаре. При этом дефицит осадков. Конечно, температурные качели сильно ударили по урожаю. В этом году замёрзла смородина. Во время цветения был сильный мороз, и все цветы отпали. У нас в поле картошка посажена, где не поливается дождём. Она вся не взошла, не растёт. Вот первый дождь за два месяца. Капризы погоды сказались не только на том, что овощей, фруктов и ягод меньше, но и цены поменялись. Вот, например, в прошлом году вот этот стаканчик чёрной смородины можно было купить за 100 рублей, а в этом году придётся заплатить на 50 рублей больше. Также на 50% повысила стоимость красной смородины и кружовника. Шесть штук огурцов можно приобрести за 100 рублей. Пучок лука и укропа – 50. По словам садоводов, весна и лето выдались очень сухими. Затем резко ударили заморозки. Позже их сменила аномальная жара. Урон дачникам начали наносить и птицы. Дождя же не было сухо. Ещё ягоды дорожди кушают, ягоды не могли собирать. Очень плохо. В прошлом году урожай вообще очень хороший был. У нас вишня. Это не до осени стояла вишня. У нас вишен очень много. И яблок очень много было в прошлом году. В этом году ни яблок нет, ни вишен нет. И кружовник мало. По словам дачников, такого не было даже в 2010 году. Ведь 13 лет назад была только аномальная жара. А в этом добавились отрицательные температуры, заморозки, холод и град. Эльмира Гайнудинова, Ленар Султанов. Новости Челнэ ТВ.